Амбундирование на войне это не просто удобство, но и важный критерий, который по сути повышает шансы военным выполнить задачу и вернуться живыми. Тема крайне важная, актуальная, напрямую связана с решением стратегической задачи, своевременного и в полном объеме обеспечения войск, участвующих в специальной военной операции. Все мы помним, в какой форме на фронт отправляла Россия мобилизованных. Без обуви, форме не по размеру, не говоря уже о снаряжении и некачественных бронежилетах и касках. Так же каска, после одного удара ножом она не выдержала, она треснула напополам. Видите, у нас что произошло. В 2024 году Путин приказал исправить ситуацию и поручил Министерству обороны решить проблемы. Но приказать не значит выполнить. И с любого контракта, по классике, каждый хочет иметь выгоду. Сегодня отечественный ОПК создает современные и во многом уникальные вооружения и технику. Активно наращивает объемы производства, чтобы как можно лучше обеспечить части и соединения, участвующие в специальной военной операции. Увеличивает выпуск гражданской продукции, которая пользуется все большим спросом, как в нашей стране, так и за рубежом. В 2022 году Минпромторг принял решение о заключении договора с концерном «Калашников», чтобы обеспечить омудирование новых солдат, вливающихся в ряды армии. Как приятно побывать в таких залах. Когда я подъехал, у меня первое впечатление, когда посмотрел на новые цеха, что это музей современного искусства. Обещалось, что все организации, поставляющие экипировку ВС России, будут регулярно передавать отчеты концерну «Калашников» во главе с коррупционером Алексеем Криворучко. Ну а все процессы находятся под контролем Минпромторга Российской Федерации. Мы, безусловно, гордимся достижениями конструкторов, инженеров, рабочих, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России. В состав омудирования должны были войти комплекты летней, демисезонной, зимней и ветроводозащитной формы одежды. Военнослужащим также собирались предоставить новую обувь. Облегченные ботинки, летние демисезонные ботинки, резиновые утепленные сапоги и зимнюю обувь. Компания «Триада ТКО», входящая в группу «Калашников», начала поставки новой военной формы для военных, сообщила прислужба концерна. Концерт «Калашников» заявил, что данная форма фирмы «Триада ТКО» была разработана совместно с вещевым управлением Департамента ресурсного обеспечения российской Минобороны. Но оказалось, что граждан и тут обманули. Импортозамещение снова сломалось. Форма, которую якобы шьет Россия, оказалась китайской и вьетнамской. Один из лучших брендов военной формы на рынке России. Но сотрудники, которые работают на этом складе, рассказали, что на самом деле эта форма уже пошитая, приезжает из Вьетнама, приплывает или из Китая. А здесь на нее просто клеят бирку и выдают уже, собственно, за отечественное производство. На этикетке «Триада ТКО» – тактика, компетенции, оснащение. Это одежда не российская. Ее везут из Вьетнама, а мы ее делаем будто под нас. Чисто цепляем свою бирку, будто Россия. Это все знают. Четыре дня простоя в работе были связаны с тем, что судно с грузом из Вьетнама задержалось в пути. В первый день после перерыва мы паковали пуховики. Они были леденющие, леденющие и сырые. Есть такая схема, когда эта компания может использовать другую компанию посредника, и мы не можем отследить, к сожалению, этого. О таких подробностях стало известно, когда журналист проекта «Вот так» устроился в подмосковный склад, где собирают комплекты военной формы для российской армии и смог пообщаться с работниками склада. Кто-то приезжает отработать вахтовым методом две недели. Эти склады производственные предоставляют жилье. Смена длится 12 часов. Корреспондент делился своими впечатлениями, что на самом деле это очень тяжело целый день отстоять на ногах, комплектовать эту форму. Во-первых, добираться не так близко. Есть люди, которые ездят по 3-4 часа на дорогу, а так в среднем 2 часа – это норма, чтобы доехать. За смену платят 3,5 тысячи рублей. Выплаты – раз в неделю. Это очень тяжелая работа, но при этом те люди, которые там работают, они уже к этому привыкли, и они говорят, что работа не пей лежачего. Они готовы тратить колоссальное время на дорогу, потому что по двум причинам. Первое, которое они называли, либо в их городах или регионах, если они не из Московской области, работы нет вообще. Либо если работа есть, то за такую же работу, там что-то собирать на складе, платят на тысячу рублей меньше. К столам подкатывают пакеты с горой ящиков. Работаем по принципу конвейера. Мужчина в одном конце стола разгружает коробку с одеждой. Сегодня это флисовые кофты. Женщины аккуратно их складывают, прикрепляют брендовую этикетку, кладут в фирменный пакет, клеят на него стикер, штрих-код и скрепляют веревкой по 10 штук. Второй мужчина вновь упаковывает связку в коробки. На складе доставать мобильный телефон запрещено. Могут оштрафовать на целый рабочий день или даже уволить. Им это выгодно. Он тебя оштрафует, а твоя зарплата ему уйдет. От работников требуют почти армейской дисциплины, которая поддерживается угрозой штрафов и увольнения. Работы еще много. 5 миллионов комплектов формы под сборку до февраля. Война – дело прибыльное. Это мы думаем, что делаем для наших ребят. А оно отмывается по 10 раз. Зато в офисе администрации висит портрет Путина и флаг России. Склад – режимный объект, поэтому опоздавших и без паспорта не пускают. Это довольно большой склад, на котором трудятся сотни людей. Они собирают бронежилеты, они комплектуют форму для российских военных. В нашем материале есть фотографии с этого склада, как это все выглядит, как это оборудовано. Как люди проводят свободное время в перерыве, что кто-то молится на коленях, кто-то ест свой обед, кто-то идет на перекур. Вот, да, собственно, то, что сейчас показано в эфире, это вот выглядит именно так. На складе даже работают бывшие наемники из ЧВК «Вагнер». На фронт он попал из тюрьмы. За решетку Егор угодил за то, что торговал наркотиками. Ему оставалось сидеть еще 7 лет, когда в колонию приехал лично Пригожин и выступил перед заключенными. Пошел воевать в ЧВК «Вагнер», прошел Бахмут, вот, освободился. И сейчас, как бы, собирает эти, комплектует форму. Некоторые работники яростно поддерживают Путина и войну, которую он развязал в Украине. Есть самый, пожалуй, колоритный персонаж. Это женщина из Брянской области. И она такая самая... Там не было людей, которые осуждали бы войну, но при этом и не было... Люди открыто не говорили, не выступали провоенно, не хвалили так называемую спецоперацию. Вот кроме вот этой вот женщины, ее зовут Ирина. Она из Белгородской области. И она, конечно, очень сильно озлоблена на Украину, потому что ее населенный пункт, в котором у нее там осталась недвижимость, его постоянно бомбят. Люди готовы сутками проводить на складе, лишь бы заработать деньги. Ну, это устроено как... В принципе, это выглядит как конвейер, только вместо роботов там стоят люди. Кто-то крепит бирки на эту форму, кто-то пакует эту форму в пакет, кто-то ее просто складывает, чтобы запаковать, и кто-то подает. Вот, то есть, ну, по сути, это устроено таким конвейерным методом. Услугами этого склада пользовался даже Дмитрий Медведев. Какие-то комплекты формы нужны были ему для награждения российских военных, воевавших в Украине. Таких складов в России немного. Они занимают огромные площади – десятки тысяч квадратных метров. Как заявлялось ранее, склады, о которых мы говорим, находились в бывшем складском помещении Вайлберис. Журналист узнал информацию, что в начале 2024 года этот склад переносят в другой подмосковный город, где для комплектования военной формы и сборки бронежилетов оборудовали склад еще больше. Напомним о недавнем пожаре на складе Вайлберис в Шушарах. Тогда обрушилось здание склада, и были уничтожены хранившиеся на нем товары. Площадь пожара – около ста тысяч квадратных метров. Потушить так и не смогли, пока он полностью не сгорел. И пока Следственный комитет выдвигает основные версии – поджог и неисправность электропроводки – другие склады, на которых находятся военные комплектующие, в огромной опасности. Продолжение следует...